Здравствуйте! Меня зовут Вадим Абрамов, это программа «Ревизор». Прекрасно. Никита. Очень приятно, Никита. Тоди, мигаючи часу, до работы. Здесь сосиски? Да, здесь. Сосиски так хорошо, лежат все вакуумированы. Чтобы не было лишних запахов. А вот это не лишний запах? К сосискам нет. Ну так, на гарнир пиде. Смотрите, какой у вас лук. Плохо почищенный, лежит рядом с помидором. И в одном холодильнике с сосисками лежать не может. И вот зеленый салат. Видно, что не свежий? Наверное. Ну что, наверное, ну видно же. Смотрите, он еще один лист салата умер. И невидимо, коли. Сікеру ж немае. А лук вот мне уже сейчас пахнет. То есть уже запах лука идет на весь холодильник. Это нельзя так. У вас не могут лежать сосиски вместе с зеленью. А здесь что? Капуста с огурчиком? Да, нарезана. Теж все цибулькою пахнет? Когда она нарезана? Вот когда. Ну а кто знает, когда? Я знаю. А ревизор не знает. Стикеру и тут немае. То есть все не может стоять в одном холодильнике? Ще й абияк прикрите. У вас есть пленка? Должна быть. Она у вас должна быть. Вы нарезали этот салат. Вы закрыли его пленкой. Наклеили здесь стикер и поставили. Но не в этот холодильник. Правильным товарным сусидством тут и не пахнет. Рядом стоит открытая банка оливок. Вы знаете, что их нельзя хранить в жизни ценой открытой банки? Нет. И погано. А нельзя. Они окисляются. Их нужно достать, положить в контейнер, наклеить стикер и поставить в холодильник. А дальше у вас лежит молочная продукция. Вот сыр уже открытый. Какой привезли. А вы его такой приняли и положили в холодильник, если вам такой привезли? Какой привезли. Вот на нем уже пошла плесень, не его. Он уже портится. А вам и байдуже. А чистота в холодильнике? Это я должен приходить и перчаткой тереть у вас, чтобы вот это оттирать? Сдается, это турбует только ревизора. А внизу? Неведомо, что. В пакетика. Вы давно открылись? Пару месяцев. И за пару месяцев что? Вот нельзя порядок навести. А никто и не пробовал. Это вот так должно быть, Никит? Нет. Ну нет. А Микита и в ухом не ведет. Сосиски, лук, зелень, сыр этот открытый, оливки. Повный гармидар. Это не может все находиться в одном холодильнике? Это старо, чем заморозкой? Да. А, картошка фри у вас еще и бокалы морозятся. Дивное сусидство. Это порционно лежит? Да. А когда она заморожена? Ну, может пару дней назад. Стикер? Есть? Нет. Поэтому и не знаете, коли заморожена. И теперь угадай, пару дней или месяц назад? А это что? Ну, не знаю. Круто, но хоть честно. Все у нас лежит. Говно лежит или одно? Говно лежит. Потому что по цвету похоже. А, контейнер, посмотрите какой. Вже тільки для сміття згодиться. Никто не знает, что это. Сміття у сміттєвом контейнері? Похоже на соевый соус. С чем-то. Это что-то, загадка даже для ревизора. А Микитови, как сгустки вода. А рядом куриные запчасти? Крылья. У меня они у вас есть, эти куриные крылья? Да. Вот такие вот, вы их размороживаете? Да. Они в фитюре делаются, потом разговаривают, да? Уже прогресс. Хоть что-то вы знаете. Я проверю чистоту ваших стаканов. Можете посмотреть вместе со мной? Вижу. Что видите? Не натертое. И только? Разводы воды. Отпечатки пальцев. Это его помыли грязными руками, вы так поставили, да? Вы моете? Ну, я не один же работаю на смену. Хочете сказать, напарник налажал? Вы мойку могли бы хоть раз нормально помыть? Это грязь. Все вот эти разводы на стене, жирные, залипшие. За два месяца, ну как можно такое сделать? Ну как можно не любить свою работу настолько? Невже вам навіть не соромно? У вас вторая смена тоже мужчина работает? Да. Может нужны женские руки? Может нужны. Не от нас зависит. У вас есть владелец? Есть. Вот вы скажите своему владельцу, что я не могу навести здесь порядок. Ну, не мое, допустим, это дело. Я готовлю. Пусть заведут уборщицу женщину и у вас будет минимум вот этого, минимум. И она перемоет вам всю посуду, что она будет хрустеть и сиять. Как хрусталь в серванте. Проверю частоту на холодильнике. Туда долазите, убираете? Периодически, да. Периодически. Сейчас посмотрим периодичность. Тут с открытиями прибирали. За два месяца было бы больше. Куда же еще больше? Вот это явно не убирали вчера, это не убирали на прошлой неделе. Не, может быть скорее всего на прошлой неделе, но не вчера точно. Вам безразлично вот это. Не те слово. Вы стоите и думаете сейчас. Сейчас он развернется, свалит отсюда, я дальше буду продавать сосиски. А скоро приедет толпа туристов и начнется вот этот ажиотаж. Ну так? Начнется. Від такою відвертою байдужості у Ревізура дармово відняло. А вытяжка у вас чистая. Она вообще работает. Вы ее включаете? Да. Витяжка чистая. А как часто вы чистите гриль? Вот вы там приготовили сосиску. И сразу после него как бы основную грязь, которая осталась, собрали. А должен быть все равно маленький нагар оставаться, чтобы следующие сосиски не прибирали. То ваша фирмова страва — сосиски с нагаром? И вот здесь на боковых стенках он тоже должен быть. А, и она очень горячая. Не на боковых ног. Али ж є. Это тоже норма. Как часто вы моете гриль? Ну раз в день. У нас 12 часов дня. Наверное. Вы сколько сосисок уже продали сегодня? Ну штук шесть-семь. Так вы не мыли это сегодня? Ну вчера, наверное, кто там, ну кто был на свене, не мыл. У Микити на все відмовка готова. Честно, я с вами разговариваю, больше реагирует муха, которая носится. Ничего смешного. Что за пиво стоит? Темные светлые нефильтрованные. Сколько может стоять кек открытый? Ну, если я не ошибаюсь, до двух недель. Вы ошибаетесь. Открытый кек может стоять семь дней нефильтрованного пива. Если оно скиснет и вы его людям продадите? Мы не продаем, ну как бы мы людям поддаем деньги или меняем на какое-то другое, которое свежее. Тобто про несвежее пиво вы не попереджаете. Что вы мне порекомендуете? К сосиску какую-нибудь? Есть свиногарино-подкопченное, свино с пряной специями, горячее копчение, перчено, куриное есть тоже. Сосиску давайте от горячего копчения звучит хорошо. Угу. И чашку эспрессо. Хорошо. Спасибо. А Ревизор продолжит. Сидемте посмотрим, чистый ли здесь. Туалет маленький и аккуратненький. Но чистый. Над дверью пыли нет. Зеркало аккуратно со сколом. Здесь можно порезаться. Унитаз. Здесь унитаз не умирали. Ободок унитаза чистый. А под ободком не убирают. Так, горячей воды нет, есть только холодная. Смотрите, поворачиваешь шкаф в другую сторону и воды вообще нет. Мыло есть. Вот здесь уже начинает образовываться грибок и плесень. До интерьера. Стены деревянные, все в вагонке. Все фотографии здесь – это виды Баварии. Хорошего размера женская грудь и большой бокал, в котором почему-то очень много пены. Такое ощущение, что девушка любит пиво с мороженым. Женский вариант. Здесь сделаны мягкие сиденья. И на мягком сиденье вот уже пятна. Гвости все, что ели, руки здесь вытерли и оно все осталось. А сиденье сделано из палет. Интересный дизайн, кстати. Просто взяли палеты, покрасили красным цветом и из поролона сиденья. Все. Но за такой брудной скатертиной ести – себе не поважать. Нужно просто снять ее и поменять на новую. А на столе тоже жирные пятна. Они просто проходят сквозь скатерть и стол этот никто не вытирает. Действительно, зачем убирать? А тем временем Микита уже и подсмажил сосиску и даже выпрасывал. И все это на бруднющем гриле. А ревизорови – это ести. Вот так выглядит моя сосиска горячего копчения. Возьму с горчицей. Сосиска вкусная, горчица хорошая, но здесь вы едите на свой страх и риск. Я рискую, я ревизор и ем в каждом месте. Но у меня есть белый уголь. Мой эспрессо. Эспрессо хороший, даже неожиданно. Кофе вкусный и ароматный. Мой счет. Хот-дог Берлин – 29 гривен. Эспрессо – 12 гривен. Средняя цена эспрессо в Одессе – 18 гривен. Общая сумма счета – 41 гривна. Никита, здесь 50 гривен, чаевых 9. Спасибо. Я все видел и я принял решение. Я проверил закусочную немецкие сосиски в Одессе. Экстерьер. Закусочные немецкие сосиски находятся у самого входа в обновленную Аркадию и не заметить ее просто невозможно. Новое симпатичное заведение. Интерьер. В заведении уютно и тепло, стоит несколько столиков и даже не в сезон работает летняя площадка. Цены. Мой счет составил 41 гривну. Это была сосиска и эспрессо. Обслуживание. На смене работает всего один человек. И сегодня это был Никита. Он отвечает за все – чистота. Бокалы моются из рук вон плохо. Холодильник грязный и нарушено товарное соседство. Гриль неизвестно, кто моет и когда. На сидениях в зале я нашел пятна. Учитывая все сказанное, ревизор не рекомендует немецкие сосиски в Одессе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова